Здравствуйте! В прямом эфире новости на Саха-24 в студии Юлия Великодная. На карантин закрыли 13 классов в 7 школах Якутска. Число заболевших детей составляет более 3%. Зафиксирован эпидемический подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. За третью неделю января за медпомощью обратились 6 тысяч человек. 80% заболевших приходится на детей до 14 лет. Принято решение о приостановлении учебного процесса в случае заболеваемости 20% детей в группе, классе и в целом по учреждению. Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора. Юрий Боярский помещен в СИЗО. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Усть-Майского района. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Источник в правоохранительных органах сообщил, что глава Усть-Майского района неоднократно получал взятку. Расследование ведут сотрудники ФСБ и МВД республики. Расследование в Усть-Майском районе. К другим темам правительство Якутии распространило запрет на привлечение иностранных граждан, работающих на основании патентов на горнодобывающие и строительные компании. В соответствии с этим запретом крупные горнодобывающие предприятия не имеют права привлекать граждан из СНГ, Узбекистана, Таджикистана, Украины и Молдавии. Таким образом, в горнодобывающем секторе высвободится более 2000 рабочих мест, как рассчитывают власти для местного населения. Напомню, в прошлом году руководитель Якутии Егор Борисов подписал указ, который ввел запрет на привлечение компаниями иностранцев, трудящихся по патенту по некоторым видам деятельности. Основная цель указа – защита национального рынка труда, снижение общего уровня безработицы, содействие в приоритетном порядке трудоустройству граждан России. Егор Борисов подписал указ о формировании Центра управления изменениями. Работа ведомства будет нацелена на повышение эффективности и результативности деятельности государственных органов и отдельных госслужащих. Он будет включать пять департаментов и два проектных офиса. Изменения предполагают структурные перестройки отдельных органов исполнительной власти на выполнение поставленных задач. Отметим, что для этого новые кадры не потребуются. Наибольшие изменения коснутся Министерства экономики и Департамента кадровой политики. Создано одно структурное подразделение, новое. Это Департамент процессной деятельности в структуре администрации главы и правительства. Но при этом общее число государственных служащих повышаться не будет. Общая тенденция и на федеральном уровне. И у нас постепенное снижение количества государственных служащих. И наша, собственно, задача основная – это чтобы меньшим составом фактически выполнять большие задачи и с максимальной отдачей. Вот еще раз основная и главная цель – это повышение эффективности. Накануне в СМИ появилась информация о том, что компанией «Роснефть» было открыто новое месторождение черного злота на территории Аннабарского района. Однако граница участка проходит через особо охраняемую природную территорию Прончищевского участка Терпи-Тумус. Известно, что на таких землях лицензирование запрещено. Ранее этим участком безуспешно пыталась завладеть компания «Ростех». Охраняемая территория составляет 980 тысяч гектаров, из которых «Роснефть» просит взять в пользование 220. Министерством охраны природы были проведены общественные слушания на территории Аннабарского улуса. Также были проведены работы по научному обследованию данной территории. И в купе комплект документов был направлен в Министерство природных ресурсов. Министерство природных ресурсов, в свою очередь, после рассмотрения данные документы, выдало отрицательное заключение. На данный момент обращения не было. Запуск оптической сети в Кангаласах и план строительства школы. Глава Якутска СН Николаев посетил образовательное учреждение и животноводческий комплекс. Подробнее в сюжете Евгения Андросовой. Школа поселка Кангаласы была признана аварийной. С прошлого года со смены руководства в сентябре были проведены ремонтно-восстановительные работы. Теперь в школе снова можно учиться. До первого полугодия этого года мы должны восстановить спортивный зал, который у нас тоже находится пока в аварийном состоянии. Для этого проектные работы сейчас ведутся по спортивному залу. И мы должны уже 1 сентября зайти в полноценную школу. Да, мне нравится. Очень, потому что вот когда я училась в другой школе, здесь не так уж и уютно было, когда я отсюда уезжала. Вот когда я приехала, здесь как-то получше стало. Однако в будущем школьников ожидает совершенно новое здание школы. По крайней мере, так планирует руководство города. Мы опять же планируем, что в ближайшие годы здесь у нас будет построено новое здание для кангаласской школы. А эта школа, конечно же, у нас в социальных учреждениях здесь много, разных планов много, в том числе и для дальнейшего развития нашего индустриального парка. Конечно, применение этому зданию, очень хорошему зданию найдется. После слов приветствия состоялось историческое событие. Торжественный запуск оптической сети в кангаласах. Она охватит более 400 домов. Теперь у жителей всего микрорайона появилась возможность подключить быстрый интернет со скоростью до 100 мегабит в секунду. Теперь граждане здесь проживающие, имеют возможность полноценно использовать и госуслуги в электронном виде, смотреть телевидение, пользоваться безлиминным интернетом. Также в рамках объезда глава города посетил животноводческий комплекс села Кильдямцы. Сегодня в нем содержится 200 голов рогатого скота, красно-степной и темно-пестрой пород. Из них 64 коровы дают молоко. Корма в этом году достаточно имеется. Сколько не хватает, но через господдержку мы перебрятаем те корма, которые не хватает. Сейчас даем по 14 килограмм сена. Совсем недавно в животноводческом комплексе Кильдямца появились на свет телята. Евгения Андросова, Григорий Охлопков, НВК Саха, Якутск. Продолжаем выпуск. Две сотни жителей Алданского района находятся в поиске работы. Желающие трудоустроиться, осваивают новые профессии, а органы занятости совместно с властями, в свою очередь, формируют рабочие места. Что делать, когда умения соискателя не совпадают с потребностями работодателя? Продолжение темы в сюжете наших коллег. Ситуация на рынке труда неоднозначна. В бюджетных сферах, например, в образовании и здравоохранении, имеет место недокомплект кадров. На промышленных предприятиях спрос превышает предложение только на некоторые специальности технического профиля. По статистике общая безработица составляет 800 человек. То есть это те, кто не заняты на производстве. А зарегистрировано в службе занятости на 1 января всего 197 человек. Алданский район промышленный, и большинство технических специалистов востребовано. А на должность сторожа или уборщицы устроиться сложно. Предложений неквалифицированной работы на рынке труда мало. Если в городе найти работу все-таки можно, то ситуация по занятости в селе в большей степени неблагополучна. Центром занятости совместно с органами исполнительной власти разработан ряд механизмов, позволяющих жителям трудоустроиться и зарабатывать. Комплекс мер нацелен на поддержку предпринимательства и стимулирование самозанятости. Мы рассматриваем совместно с администрациями поселений, где гражданин, откуда он заявился. Здесь, конечно, мы в обязательном порядке выясняем необходимую деятельность на территории того или иного поселения. Ежегодно для незанятого сельского населения организуются сезонные общественные работы. В 2018 году к общественным работам планируется привлечение порядка 50 человек. Татьяна Вахмин, Забышев, Аттензе, Забышев и Брязовин, Казаха, Алдан. Южная столица Якутии, как и множество городов России, принимает участие в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды». Администрация Нерюнгри проводит акции и мероприятия для привлечения общественности к программе. Жители вносят свои предложения по улучшению данных территорий. Среднеобразовательная школа номер 2 города Нерюнгри приняла в своих стенах представителей городской администрации с целью ознакомления с программой «Формирование комфортной городской среды», а также выявление общественного мнения среди молодежи по обустройству тех мест в городе, которые, по мнению подрастающего поколения, нуждаются в благоустройстве в первую очередь. Все прошло очень хорошо, очень много людей было, школьники задали вопросы. Они действительно интересуются жизнью города, благоустройством города и дают очень хорошие предложения, в том числе, помимо этих площадок, как они видели бы благоустройство нашего города. В ходе открытого урока ребята смогли полноценно ознакомиться со всеми пунктами и содержанием программы формирования городской среды, а также задать интересующие их вопросы. По завершению урока наблюдалась неподдельная заинтересованность многих учеников школы в том, чтобы не остаться безучастными и внести свою лепту в создание комфорта и уюта в том месте, где они чаще всего проходят по дороге к любимой школе. У нас небольшой лесок, где довольно труднопроходимая местность. Там торчат корни, деревья, и поэтому благоустройство этого места очень необходимо для нашего района. Там постоянно грязь, корни, камни, и неприятно там находиться. Хочу, чтобы это место преобразилось, стало, ну там можно было ходить нормально, не спотыкаться об корни, об камни. В настоящее время также ведется работа по сбору предложений граждан на включение общественных территорий в данную программу в период с 2018 по 2022 годы. Прием предложений по этапу текущего года будет завершен 9 февраля. Рейтинг голосования по определению приоритетных проектов из числа предложенных горожанами состоится 18 марта 2018 года. Игорь Акимов, Сергей Козюра, НМК Саха, Нерюнгри. И в завершение выпуска ярмарка рукодельниц впервые прошла в Ленске. Организовали ее любительницы мастерить своими руками. Сначала участницы занимались хобби на дому, затем решили создать творческое объединение. Проект, как один из самых успешных, уже отметили власти. Моя коллега продолжит. Мы идем в гости к настоящей фее, фее рукодельницы Юлии Логиновой. Именно с ее легкой руки и желания творить ленские рукодельницы объединились в целое творческое движение. Золотые руки. Именно так можно охарактеризовать Юлю. И это не метафора. На счету талантливой мастерицы не один десяток эксклюзивных украшений, кукол, креативных поделок. Сначала Юля мастерила для себя и своих близких. Но со временем увлечение переросло в нечто большее. Кому-то понравилось, заказали. Так пошло, 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 пошло. И уже официально, я с 8 сентября уже открыла свою студию, назвала Креатив Студия. И стала уже заниматься для клиентов. Студию открыла, творчество востребовано. Но Юля всегда хотела сделать что-то более масштабное. Показать всем жителям Ленска, что она такая не одна. Всего за один год работы ленских рукодельниц заметили. По итогам 2016 года Комитет по молодежной семейной политике признал творческое объединение лучшим проектом года. Награда была неожиданной. Ведь девушки просто занимались любимым делом и высокая оценка стала для них дополнительным стимулом. Когда ты это любишь, ты всегда найдешь на это время. Мой вот этот проект, ярмарка рукодельниц уже развила такие обороты, что останавливаться уже даже неприлично. Очередная ярмарка планируется уже этой весной. Ленские феи рукодельницы уже вовсю к ней готовятся, чтобы вновь удивить посетителей. Марина Крутихина, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край». К этому часу у нас все новости. Оставайтесь с нами. Всего доброго и до встречи в эфире.